Полярной авиации Игорь Образок посвятил всю свою жизнь. На Рьенмарском авиаотряде он проработал 35 лет. Причем командир летного отряда и по сей день в строю. Например, буквально на прошлой неделе он спас жизнь одному из моряков, проведя эвакуацию больного с корабля на борт вертолета. За время работы в Заполярье, а налетал авиатор более 10 тысяч часов, он провел порядка 50 подобных операций. В интервью нашему телеканалу Игорь Образок рассказал, каково это быть пилотом, спасать жизни и поведал историю о том, как складывался трудовой путь в маленьком северном городе. Мы летели до Архангельска, это неважно, мы вылетали из Архангельска. Самолет был полный, у нас там были даже проблемы с билетами. Мы с другом сюда прилетели, вышли из самолета. Первое впечатление, первое, средь бела дня, у нас напали комары. Это вот я помню, просто я даже помню, как они выглядели, эти комары. И еще впечатление этого здания еще здесь не было, в котором мы сейчас находимся. Было на противоположной части перрона, здание аэропорта маленькое, за ним здание летного отряда и штаб объединенного авиаотряда. Они тоже сейчас преобразовались, они выглядят по-другому. Но тогда все это было таким маленьким, все такое крохотное, ничего нет. Город был совершенно другой, город был в большей степени весь деревянный. Сейчас даже вот те дома, которые украсили, обшили различными цветами, они смотрятся как и пешеходами, как с автобуса, так и с воздуха. С воздуха город преобразился просто колоссально. А авиапарк здесь какой был, когда вы ушли, на чем вы летали? А авиапарк был довольно большой, я даже не могу сказать, сколько было вертолетов и самолетов. Было две эскадрильи Ми-8, соответственно, два командира эскадрильи. Летный отряд, по-моему, состоял чуть ли не из почти 240 человек. Очень большая эскадрилья Ан-2 была. Самолеты Ан-2 выполняли не только рейсовую работу, которую они выполняют сейчас, в настоящее время. Они выполняли работу по перевозке... Есть такой панк применения авиации в народном хозяйстве. Было раньше такое понятие. Они занимались перевозкой рыбы, перевозкой мяса, летали по санкзаданиям и так далее. На Ан-2 у меня допуска нет, я учился на вертолете, чистый вертолетчик. И первый свой полет... Я даже это число сейчас забыл, не помню, но я помню состав экипажа. Это был Пунин Анатолий Алексеевич, командир, первый мой командир. Проверяющий был Мастренко Николай Андреевич. И бортмеханик Гаевский Вадим. Забыл от числа. Ну, я как второй пилот. Это был первый полет, знакомительный. Мы летали куда-то в сторону Заварандея, там Сенькино, Скорота. Это какой-то такой полет. И после этого полета я уже летал с Пуниным на протяжении нескольких лет. Командиры... Ну, ушло время, менялись командиры, приходили новые вторые пилоты. Опытным командиром давали еще свежих трех пилотов. Через два-три года второй пилот становится уже опытным, как второй пилот. Ему предоставляют летать в экипажи с менее опытным командиром. И так далее. Я полетал с многими, которые, в общем-то, меня многому научили, многое показали. Все это нужно накопить. Все это нужно дальше развивать, весь этот опыт. И самое главное, его нужно без потерь передать будущим летчикам молодым. Как вы этот опыт нарабатывали? У вас какие-то специальные тренировки? Или это вот все, когда больше летаешь, ты больше совершенствуешь? Как это происходит? Честно сказать, я не могу. Вот прям вот так точно. Почему без таких полетов опыта не накопишь? Вот они начались давно, такие полеты. Они были просто очень редкими. Нет-нет, да и возникает. Собирается командный состав, решают. Самый подготовленный механик, самый подготовленный командир, очень подготовленный проверяющий. То есть за штурвалом садятся не командирик, второй пилот, а именно два командира. Так, один берет на себя функции второго пилота и как инструктора, и выполняли такие полеты. Потом как-то это все начало становиться чаще, и с этим стал приходить опыт. Дежурство по поиску и спасанию, которое мы осуществляем по договору с организацией воздушного движения, оно подразумевает тренировки над водой. Ну, это не посадки на корабли и не снятие человека с корабля, но, тем не менее, висеть над водой достаточно сложно, потому что от вертолета идут концентрические круги, они движутся под вертолета, они движутся с определенной скоростью. Возникает иллюзия, что вертолет перемещается назад и в сторону вот этих кругов. То есть левому пилоту кажется, что он смещается назад и вправо, правому кажется, что назад и влево. То, что находится под, пилоту не видно. Он должен это все воображать, слушая доклады и команды бортмеханика. Влево, вправо, вот эти все наведения. Вот эти тренировки помогли. Потом работа в Астрахани немножко помогла. Вы прожили 35 лет в округе, проработали в авиатраде, и сегодня получили награду почетный руководитель транспорта Ниинского округа. За, ну, можно сказать, что 35 лет, то есть за это время вы уже стали полноценным жителем Ниинского округа. Да, можно сказать, что я уже местным. Да, уже местным. Расскажите, что вы сегодня почувствовали, когда вам влечили награду, и вообще жалеете ли вы когда-нибудь, что вы выбрали именно этот город и именно эту профессию? Никогда не жалел. Это, во-первых. Никогда не жалел, что выбрал этот город. Никогда не жалел, что выбрал именно этот отряд. Ну, я по-другому бы его и не выбрал, он единственный в этом городе. Здесь же не несколько авиакомпаний, а одна. Я очень люблю свой коллектив. И этот город, и этот округ, и вот эти реки, и вот это море, и эту тундру мне здесь очень нравится. Я никогда не жалел. А что я почувствовал? Ну, первое, что мне пришло, это волнение. Когда ко мне подошел губернатор, называл мою фамилию, я встал, и первое такое, ну, на мгновение волнение. Потом наступило такое приятное ощущение и осознание того, что, может быть, все правильно, может быть, и действительно заслужил. Потом появилась благодарность, что увидели мой труд, оценили мы профессиональную деятельность. Но, я уже говорил, без преемственности поколений, без того, когда инструктор, накопивший опыт, съевший путь соли, в том деле, в котором мы сейчас занимаемся здесь, не передает этот опыт. Причем этот опыт надо передавать не просто так, ведь показал, рассказал, а смотреть, кто способен, кто не способен. Просто даже навязывать ему, рассказывать, объяснять, показывать. Если человек еще и способен к этому, желает, он будет сам развиваться и становиться лучше. И так и должно быть. Когда ученик превосходит своего учителя, учитель должен этим гордиться. Не ревновать, а гордиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok